Да, слава Богу, друзья мои, слава Иисусу Христу, дорогие телезрители, дорогие братья и сестры, всех вас благоставляю именем Иисуса Христа. Сегодня 19 марта 2012 года, понедельник, сегодня по календарю православной церкви, традиционной православной церкви, сегодня особая дата. Я, как православный обновленческий священнослужитель, как реформатор, обращаюсь сегодня к календарю традиционного православия, не к календарю реформаторской православной церкви, обновленческой православной церкви, а традиционной православной церкви. Почему? Потому что одно из направлений нашей юрисдикции, одно из направлений нашего движения обновленческого, это не просто создание, не только создание такой независимой структуры, параллельного такого движения православного, как бы самостоятельного, независимого, но и также влияние на вселенское православие в целом, на православную церковь в целом. И мы себя не отделяем, как украинская реформаторская православная церковь, не отделяем себя от вселенского православия. И потому действительно часто приходится и мне, и нашим священникам обращаться ко многим традициям православным, которые воспринимаются как православные, которые на самом деле являются кривославными традициями, ничего общего с христианством не имеющие. И одна из таких традиций, одно из таких праздниц, что ли, которое в календаре православного обозначено, это сегодняшнее празднество, это сегодняшняя память обретения креста равнопостальной царицы Еленой. Я сейчас прочитаю полностью, как называется это, «Обретение честного креста и гвоздей святой равнопостальной царицы Еленой в Иерусалиме в 326 году». Это я прочитал с сайта православный календарь на православие.ру. days.православие.ру И здесь в дне, сегодняшним днем, 19 марта, обозначено обретение, или как бы день обнаружения, проще говоря, по-русски, обнаружения царицей Еленой, матерью Константина, императора, которые тоже называют, как и Константина называют, их называют обоих равнопостальными в традиционном православии, хотя, по-честно говоря, положа руку на сердце, ничего равнопостального ни он, ни она не совершили, даже близко, нет в их жизни, в их деяниях, в их служении, если можно так назвать их служением это, даже близко нет с тем, что заповедовал Иисус Христос своим апостолом, абсолютно. Поэтому даже само наименование Константина и Елены равноапостольным, это, знаете ли, кощунственно, это святотатство определенное, это на уровне богохульства даже, я так скажу, потому что многие просто об этом не задумываются, священнослужители, честно говоря, многие священники наши вообще, как говорил великий православный обновленческий митрополит Александр Вегенский, еще в 23-м году он говорил так, в 22-м, что вся беда у нас в том, говорил он, что большинство наших священников живет по принципу, до нас положено или же оно во веки веков. И вот, к сожалению, в этом отношении также многие даже называют, допустим, равноапостольными тех, как вот Константина и Елена, допустим, кто никакими апостолами и даже равны, и даже близко даже к апостолам даже и не могло быть их деятельность названа. К сожалению, до сегодняшнего дня продолжается это празднество, так называемое. Я еще раз прочитаю сейчас с сайта православие.ру. Написана следующая информация на другой странице, уже посвященной именно непосредственно царице Елене. Написано, первой заслугой царицы Елены было то, что она расположила своего сына Константина христианской вере, в то время, когда другие юноши благородного вхождения воспитывались в языческом духе и презирали христианство. Второй – воздвижение креста Господня. Вот непонятно, как она христианской вере привила Константина. В общем-то, ничего христианского даже и близко нет в жизни Константина. Да и, в общем-то, по большому счету, он и христианство-то не принимал. Мол, каждый раз отговорками, знаете ли, о придворных своих, опичкая, мол, я не достоин принять крещение христианства, я, мол, приму его в Израиле. Он обещал съездить в Иерусалим, побыть на Мертвом море, там, ну, на Иордании непосредственно, на Иордании. И там, на этой реке, где Иисус крестился, якобы он хотел тоже креститься. Ну, так протянул он, в принципе, он так и не ездил в Израиль, и не был он в Иерусалиме, и не был он на Иордании. Все это осталось лишь разговорами. И так и умер он, в принципе, не только не съездив в Иерусалим, но и даже не крестившись, в общем-то. После смерти его объявили христианином придворные арианские еретические епископы, которые якобы крестили его в свою веру, неправильную эту лжехристианскую веру. И никакого, в общем-то, отношения к христианству он не имел, кроме как тирании, которую, в общем-то, цезарепопизма, которую он осаждал тогда. И заслугами Константина не является его христианство, и, скажу это, с великим прискорбием можно констатировать факт наименования даже его христианином, тем более равноапостольным. Насколько я помню из истории христианства, что за три дня еще до смерти своей Константин, когда еще был в состоянии принять решение, сказать что-то, свою волю изъявить как-то, он изъявил и волю, то есть его последнее такое решение, когда он еще был в памяти и мог передвигаться, пусть с посторонней помощью, но как-то двигаться, его волей изъявлением было принесение жертвы бесам, принесение жертвы Митре и Богу Солнцу, Зевсу, принести жертву кровавую, и что он и совершил? Исполнять должность верховного понтифика, то есть верховного жреца языческого этого культа. Но неизвестно, крестили ли его эти еретики-ариане или не крестили в свою веру, но даже если они крестили в свою веру его, то ничего общего с христианством, конечно, арианство не имеет. Я это утверждаю как христианин, как епископ церкви, как богослов, потому что, на самом деле, читая много литературы богословской и православной, католической, протестантской, сравнивая богословия разных христианских направлений, конфессий, церквей, я скажу, что ни одна из существующих православных или католических, или протестантских нормальных церквей не признают арианство христианской идеологии. И, в общем-то, я сейчас хотел бы говорить, конечно, не о Константине, это большой разговор, длинный разговор, и, наверное, не с сегодняшнего дня, о Константине, о его злых деяниях, о том зле, который он принес в жизнь исторического христианства. Я очень много говорил на лекциях по истории христианства. Те, кто интересуется, могут прослушать курс лекций по истории христианской церкви. Мой старый курс здесь, на Ютубе, в сети выставлен, и, в общем-то, в социальных сетях, и распространяется на DVD-дисках среди христиан разных конфессий, разных динаминаций, православных, протестантских, католических ходят записи эти. И я надеюсь, что в ближайшее время я смогу выставить также новые лекции по истории христианства, где эпохе правления Константина Великого отводится очень большая роль такая, и очень много говорю об этом. Но сегодня не о Константине, сегодня о его маме я хотел бы сказать, о Елене, царице Елене. Первая заслуга ее, упомянутая на сайте традиционного православия, русской православной церкви Московского патриархата, вменяется ей заслуга, что она якобы воспитывала в христианской вере, расположила в христианской вере. В общем-то, это очень сомнительно, конечно, заслуга ее, и само христианство, само Елена-то сомнительно, не говоря уже про Константина. Так вот, значит, вторая заслуга ее, в кавычках заслуга, это воздвижение креста Господня. Я хочу прочесть также вот сейчас прямо с этой странички православия.ру следующую информацию, опубликованную здесь, взятую из жития святой равнопостной царицы Елены, написано, с целью найти крест, написано здесь Господень, крест Господа Иисуса Христа, написано, царица Елена в 326 году отправилась в Иерусалим. То есть, на следующий год после Никейского собора, первого Никейского собора, где арианство, кстати, было как ересноке, слава Богу, осуждено, она отправилась в Иерусалим. Это была первая в истории церковная археологическая экспедиция такая. Написано, ей указали, что крест Господень зарыт в землю на месте, где язычники воздвигли храм в честь Венеры. Когда по приказанию Елены сломали здание и стали рыть землю, то нашли три креста и около ни дощечку с надписью «Иисус Назарянин, царь Иудейский». Чтобы узнать, на каком из этих трех крестов распят Спаситель, стали по очереди возлагать на них умершего, их на умершего. От двух крестов не произошло никакого чуда. Когда же возложили третий крест, то умерший воскрес. Таким образом узнали крест Спасителя. Когда люди узнали о чуде, то все захотели увидеть святой крест. Тогда патриарх Иерусалимский Макарий, написанный царицей Елена, стали на возвышенном месте и поставили, воздвигли крест. Народ, видя крест Господень, молился со словами «Господи, помилуй». В честь этого написано дальше здесь, что церковь установила праздник «Воздвижение креста Господня» на 27 числа, отмечается, сентября. Так, и дальше написано. Во время царствования Константина было восстановлено прежнее название города Иерусалима вместо нового Юлия Капитолина. Так, дальше написано еще, что царица Елена построила несколько храмов в Святой Земле на Голгофе, храм воскресений и гроба Господня, где ежегодно в пасхальную ночь сходит благодатный огонь. Это вообще шедевр религиозного мракобесия. Кстати, это уже мой комментарий. Я больше не буду цитировать эти нечестивые писания о равнопостальной царице Елене. Я скажу следующее, что, друзья дорогие мои, православные, протестанты, католики, давайте будем молиться вместе о том, чтобы вот это средневековое мракобесие было остановлено божеской силой, чтобы люди действительно от мертвых идолов обратились к Богу Живому. Крест, как орудие казни римской, крест, как унижение нашего Спасителя Господа Иисуса Христа, не являлся никогда, знаете ли, оружием против дьявола. На мне вы видите тоже крест на клубоке, как я архиепископ украинской реформаторской православной церкви, я ношу клубок этот черный, иногда вот такой светлый клубок ношу, как архиепископ церкви, но не как монах, я монахом никогда не был, и ношу крест по ногею, значит, по ногею как епископ церкви, и крест ношу, но это не является орудием против дьявола, и я не молюсь кресту, хотя, ну, чего греха таить, раньше это было в моей жизни, как и в судьбах тысячи других православных священнослужителей, я, это было в моей жизни, идолопоклонство, я молился кресту Господнему и верил вот в эту ересь, в этот бред, который описан здесь вот на сайте православия.ру, это ужасно, мракобесие это распространяется по сей день, сегодняшним днем, в тысячах храмов по всей Руси, фактически, знаете ли, прославляется вот это событие, это ужасное событие, начало идолопоклонства, начало закабаления церкви идолопоклонством, поклонение кресту, это нечестивая ересь, это ничего общего ересь не имеет с христианством, не с православием, это кривославие, это не православие, если вы, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, себя узнаете или узнали сейчас, допустим, если вы целовали крест, если вы обращались к кресту, как именно к животворящему кресту Господнему и молились кресту, то сегодня я просто призываю вас, покайтесь, пожалуйста, призовите имя Господа Иисуса Христа и будете спасены. Потому что ни в ком оно нет спасения. Крест против дьявола, против бесов, это вообще, это, скажу так, что бесы крестов не боятся. Ни святой воды не боятся бесы, ни крестов, ни мощей, ни серебряных пуль, ни осиного колышка, ни чеснока. Это все, знаете ли, все, что, весь набор этого Валхесинга, набор, который борьбы с бесами, который, как бы, подходит для фильма ужасов, допустим, или для жития святых, там, средневековых, таких, мракобесием, значит, наполненных. Вот, но для реальной жизни это не подходит нам, потому что для реальной жизни слова Иисуса Христа, хочу, значит, как бы сказать, вновь и вновь повторить слова, что именем моим будут бесов изгонять, это знамение, которое будет сопровождать жизнь уверовавшего человека. Пусть Бог благословит, и пусть Господь помилует землю нашу, пусть Бог помилует церковь нашу, от страшных суеверий освободит. Во имя Господа Иисуса Христа, Господи помилуй, Господи прости нас. И пусть Бог благословит вас, дорогие друзья, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Мир Божий вам. Шалом.